Президентом Владимиром Путиным поставлена задача обеспечить к 2021 году стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. Как Ивановская область включилась в работу, на заседании правительства Станиславу Воскресенскому доложили его замы. На решение этой задачи региону выделен 731 миллион рублей. Добавив к этому региональное софинансирование, за три года удастся построить шесть новых детских садов на 1010 мест. Отметим, что проблема с очередностью актуальна только для областного центра Ивановского района и Кохмы. На 1 июня текущего года очередь детей до трех лет составляет 1564 человека. Два детских сада в Иванове на 480 мест, два детских сада в Ивановском районе на 240 мест, общим числом 240 мест, одного детского сада в Кохме 240 мест и строительство одного маленького учреждения на 50 мест в Лежневском районе, чтобы обеспечить шаговую доступность дошкольного образования. Также запланировано возведение пристроек двум действующим детским садам в городе Иванове на общую мощность 147 мест. В этом году будет решен вопрос с долгостроями в Шуе и Кинишме. Работы на объектах практически завершены. Достроят сад в Рождественском. А вот по учреждению на улице Акуловой в Иванове пока никакой конкретики. Напомним, что сад готов, но при получении санитарно-эпидемиологического заключения выявлено несоответствие нормам САНПИН. В воздухе превышено содержание аммиака. Источник вредных испарений определить не могут. Работы организованы по демонтажу утеплителя совместно с городом. Планируем завершить эти работы до конца этой недели. Потом выдерживаем паузу и делаем замеры воздуха. По результатам этих замеров я доложу дальнейший план наших действий по этому детскому саду. Начать строительство садов в Калинове и Беленицах планируют в этом году. В 2020-м в микрорайоне Видный. Также на следующий год займутся пристройками к уже существующим садам. Увеличить количество мест планируется за счет негосударственного сектора. Правда, разрастаться частным садам в современных условиях непросто. Санпины слишком жесткие, местами уже не актуальные. Пригодных помещений в городе нет. Губернатор пообещал проработать вопрос на федеральном уровне. Мне просто конкретику подготовьте, пожалуйста. Я это с коллегами из правительства России обязательно обсужу, чтобы это можно было поправить. И что касается зданий, я тоже предлагаю вам все-таки более конкретно это обсудить с главными муниципалитетами. Я же так понимаю, вы говорите не то, что зданий-то полно. Мы вам можем дать хоть бесплатно несколько зданий в региональной собственности, но они не соответствуют тем самым санпинам. И капитальные вложения в приведение этих зданий в соответствие, я так понимаю, они не подъемные. То есть это не совсем то, что нет помещений, нет пригодных помещений. Всего же, чтобы выполнить поставленную президентом задачу, Ивановской области за три года нужно создать 2049 дополнительных мест для дошколят. 1407 из них – ясельных. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.